МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1982 год. Лето. Кремль. Традиционное вручение наград деятелям Советского государства, представителям рабочего класса, науки и культуры. Вручает Брежнев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это одна из последних видеозаписей генерального секретаря ЦК КПСС. Все понимают, что его эпоха вот-вот закончится. И 10 ноября 1982-го так и происходит. Страна провожает в последний путь дорогого Леонида Ильича. Но тогда летом и видные деятели государства, и рабочие, и ученые гадают, кто станет новым капитаном советского корабля, который давно нуждается в капитальном ремонте. Многие даже не предполагают, что в это время в Политбюро и ЦК идет ожесточенная борьба кланов с многочисленными жертвами с обеих сторон. Партийная номенклатура разделилась на два непримиримых лагеря. Консерваторы за Черненко, желающие свежего ветра перемен за Андропова. Однако был человек, который считал, что и он вправе стать новым лидером Советского Союза. Это первый секретарь Краснодарского крайкома партии, член ЦК, депутат Верховного Совета СССР Сергей Медунов. Еще до смерти Леонида Ильича Андропов обрушил на хозяина Кубани, как на самого опасного представителя Черненковского крыла, всю мощь лубянской артиллерии. Было заведено так называемое Сочинско-Краснодарское дело. Андропов, как третий человек в партии, он, конечно, не был заинтересован в укреплении так называемой Днепропетровской команды, которая была вокруг Брежнева. Генпрокуратура СССР при поддержке КГБ арестовывает более ста человек с целью получить показания против Медунова. Андропов победит. Медунов будет свергнут с властного Олимпа, а потом тихо уйдет из жизни в московской квартире в сентябре 99-го года. Меня лишили правительственных наград. Меня лишили удостоверения участника Великой Отечественной войны. Меня оклеветала пресса. Однако только ли противостояние с Андроповым стало причиной падения Медунова, что послужило поводом для возбуждения громкого сочинско-краснодарского дела, в результате которого оказался на обочине хозяин Кубани и любимого черноморского курорта? Был ли он на самом деле виновен? Или дело против него сфабриковали по указке сверху? Если все же виновен, то почему Медунова так и не осудили, и он по большому счету вышел сухим из воды? Медуновское дело для многих до сих пор остается загадкой века. Во второй половине 70-х годов на стол председателя КГБ Юрия Андропова ложится письмо. Неизвестный сообщает важные сведения. Юрий Владимирович категорически не признает анонимок, но тут дело серьезное. Два московских руководителя рыбной промышленности, Фишман и Фельдман, задумывая уезд в Израиль, за границу, занимаются контрабандой превращения денег в валюту. Фишман и Фельдман якобы вывозят во время турпоездок в социалистические страны сотни тысяч рублей, и там обменивают их на валюту. Затем переправляют на Запад. Андропов давно собирался ударить по коррупции, которая в стране зашкаливала. Взятки давались и брались всюду. И он поручает своим сотрудникам совместно с прокуратурой проверить информацию. Она подтвердилась. Рыбное дело и продолжит цепочку событий, которые приведут к краху хозяину Кубани. Их арестовали. И они, помимо контрабанды и валютных операций, они рассказали о даче взяток. Вышли на Рогова, начальник союза группы промзбыта, которому они взятки давали. Рогова вызвали в КГБ, допросили. Он начал давать показания и назвал Рытова, заместителя министра рыбного хозяйства, который был куратором именно этой отрасли. А далее последовал эффект домино. Высокопоставленные фигуры, связанные с рыбной промышленностью и торговлей, начали сыпаться одна за другой. Все, кто в советские времена приезжал в Сочи, помнят фирменный магазин «Океан» на улице Воровского. В нем всегда продавалась черная и красная икра, различные рыбные деликатесы. Такого изобилия не было даже в столице. Экспериментальный магазин однажды посетил Косыгин. Так должно быть по всей стране, сказал он. Директором магазина был Арсен Пруидзе. На него-то и вышли следователи после ареста руководителей рыбной промышленности. Ведь взятки распределялись по вертикали. Контрабанда черной и красной икрой была поставлена на поток. Доходы криминальных дельцов исчислялись сотнями тысяч рублей. Они взорвались до такой степени, что иногда даже не контролировали процесс. Порой граждане, покупая в океане кильку в томате, с удивлением находили в банке красную или черную икру. Арсен Пруидзе придумал остроумную махинацию. В его магазин стекалась неучтенная ситровая и лососевая икра. Он нелегально фасовал ее в банке дешевых консервов и продавал из-под полы. При цене кильки в 32 копейки контрабандная икра стоила 5 рублей. А в рестораны она поставлялась уже по 20. Банок со лжекилькой было так много, что иногда случайно она попадала на полки магазинов и доставалась обычным покупателям. Тогда-то махинация и раскрылась. Арестовали многих директоров рыбных магазинов. А заместителя министра рыбного хозяйства Рытого приговорили к расстрелу. Однако изначально никакого сочинско-краснодарского дела не задумывалось. Это дело правильно переросло из дела Министерства рыбного хозяйства в сочинско-краснодарском. Хотя возбудили его потом самостоятельно. В Сочи выехала большая группа следователей. Руководил ею заместитель генерального прокурора СССР Виктор Найденов. Именно на него, как на человека честного и принципиального, Андропов возлагал надежды. После ареста Пруидзе стало ясно, что во взятках и коррупции в Сочи и других прибрежных городах края погрязли многие работники торговли. Хозяин края Сергей Медунов тогда пришел в ярость. Кто позволил московским следователям без приглашения соваться в его вотчину и творить здесь беззаконие? Для гнева у Медунова имелись основания. У него были доверительные отношения с самим Брежневым, без разрешения которого никто не смел его тронуть. К тому же Медунов немало сделал для края. При нем сельское хозяйство вышло на новый уровень. Была выстроена целая сеть научно-исследовательских институтов. Расцвела и культурная жизнь Кубани. Портреты Медунова печатали в газетах. Выступления показывали по телевидению. Достижения края отмечались главой государства. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев поздравил с трудовой победой трудящийся Краснодарского края. В завершающем году десятой пятилетки они собрали более миллиона тонн риса. У нас были самые высокие показатели по сельскому хозяйству. И в центре показывали так, почему Медунов может, а вы не можете. И на этом фоне появилось много завистников. Правда, позже выяснится, что миллион тонн риса – фикция. Рис низкого качества. А для высоких показателей пришлось снести поселки и даже кладбище. Затопить плодородные земли, где всегда выращивали пшеницу твердых сортов. Ведь для риса нужны были заливные поля, которых в Краснодарском крае не хватало. Но в стране требовались рекорды. И Медунов показал, что он в Советском Союзе главный рекордсмен. А критика, как он считал, исходила от завистников. Сергей Медунов родился в 1915 году в семье железнодорожника-телеграфиста. Окончил агропедтехником. Работал в школе. В армии был авиационным штурманом. Во время войны вступил в партию. Закончил курсы политсостава. С этого и началась его карьера. С 1947 года он на партийной работе в Крыму. В начале 50-х Медунов уже первый секретарь горкома КПСС Ялты. Он любит культурную жизнь. Тесно общается с сестрой Антона Павловича Чехова Марии. Помогает ей с музеем брата. Певец Иван Козловский ему лично исполняет арию. К Медунову нередко наведывается и Никита Хрущев. Однажды Никита Сергеевич поделился с Медуновым идеей передать Крым Украине. Я бы этого не делал, ответил Сергей Федорович. Вы поссорите два славянских народа. Не теперь, так потом. Хрущев лишь махнул рукой. Да брось ты. Это должен был сделать еще Сталин. Я исправлю его ошибку. Слова Медунова оказались пророческими. Но после разговора с Хрущевым его карьерный рост вдруг прекратился. Этот урок Медунов запомнит на всю жизнь. И больше не будет перечить вождям. В 59-м году Медунова переводят в Сочи первым секретарем горкома. Задача поставлена непростая. Превратить город в курорт не хуже Ялты. Медунов берется за дело за Сочи в рукавах. Присоединяет к городу новые территории на побережье. Начинает массовое строительство гостиниц, домов отдыха и санаториев. В магазинах райское изобилие. При этом плодотворная деятельность Медунова иногда сочеталась с непродуманными мероприятиями. Например, он приказывает снести бульдозерами все парники, в которых люди выращивают для себя овощи. А однажды он объявил в крае чрезвычайное положение. В Кремле схватились за голову. Что случилось? Оказалось, что Медунов борется с амброзией, сорняком, который заглушает рост кукурузы на полях. На это были потрачены большие деньги. Но победить амброзию так и не удалось. Сочи в летнее время похож на столицу. Здесь отдыхают высшие руководители страны, в том числе и Брежнев. В 1974 году, когда Медунов стал уже партийным руководителем всего Краснодарского края, он привозит Леонида Ильича в Новороссийск. И показывает ему восстановленную землянку, где тот во время войны вручал партбилеты бойцам Красной Армии. Брежнев прослезился. Спасибо. Никогда не забуду. С тех пор и началась их дружба. В Медуновском Сочи отдыхает больше пяти миллионов человек в год. Сюда с удовольствием приезжают и простые друженики, и партийная советская элита. Однако для нее отдельные пляжи, шикарные коттеджи, особое питание и обслуживание. Конечно, все это было и до Медунова. Но при нем встречи, проводы нужных людей были возведены в культ. Хороший прием важных гостей становится негласной обязанностью всех первых должностных лиц города-курорта. Бесконечные бутылки, бесконечные закуски. Все это поставлялось снизу на самый верх. Эти коробки, эти корзиночки, они делались по поручениям вышестоящих партийных и советских работников, сочинскими работниками партийных и советских органов, работниками предприятий торговли, общественного питания. Все это формировалось, это целый ритуал же был. Как собрать эту коробку, что в нее должно входить, кому, какого ранга, что должно было быть прибыти. А я не буду скрывать, было. Чиновник выезжает из Москвы, а подчиненные ему организации в Сочи, в Краснодарском крае вообще, у нас не только курорт Сочи, имеют свои предприятия и прочее, так он еще не выехал из Москвы, а вонь о его приезде уже распространяется по краю. Там ему уже все готовят, но за каждым не уследишь. Однако все эти коробки и корзиночки стоили немалых денег. В пребывание одного высокого гостя, а приезжали и знаменитые киноартисты, и певцы, и космонавты, в месяц могло вылиться в стоимость «Жигулей», то есть примерно в 6 тысяч рублей. Была создана целая система поборов с торговых точек, предприятий, общественного питания, баров, ресторанов. Первый тревожный звонок для Медунова прозвучал в 78-м году. В литературной газете появился очерк Аркадия Ваксберга «Ширма» о коррупции руководителя Сочи Воронкова и взятках в Край. Я думаю, что вот эта ситуация, она была одобрена в ЦК, потому что иначе в этом ничего не получилось. И Андропову, и те, кто его поддерживал. Очерк вызвал огромный резонанс. Он был подобно взрыву. Газету передавали из рук в руки, снимали копии, ведь подобного в Советском Союзе еще никогда не печатали. Сергей Медунов пришел в бешенство. Однако наверху решили, пока дело не раздувать. Это был пробный камень Андропова. Следователь Георгий Ефенбах по собственной инициативе вызвал на допрос председателя Хостинского райисполкома Лагунцова для проформы, чтобы потом вынести постановление о прекращении дела. Но тот повел себя неожиданно. Но у страха глаза велики. Лагунцов-то знал, в чем он виноват, даже то, чем не располагалось следствие. Поэтому он вернулся домой, обмотал себя проводами и воткнул розетку в шляпсель. Погиб. Покончил жизнь самоубийством. Что привело Медунова в сверхбешенство. Почувствовав опасность, Медунов решает подружиться с заместителем генерального прокурора СССР Виктором Найденовым, который руководил следственной бригадой в крае. Подружиться привычным для него способом. По инициативе зятя Брежнева-Чурбанова в Сочи организуется совещание начальников УВД курортных городов Советского Союза. На него приглашают Найденова, чтобы во время дружественного застолья прокурор и Медунов пожали друг другу руки. Однако этого не мог допустить Андропов. Найденова предупреждает, что его хотят напоить и задержать в нетрезвом виде. Найденов садится на машины КГБ, там целый кортеж был. И когда готовится эта пьянка, Найденов с работниками КГБ уезжает в Тбилиси, там на самолет и в Москву. Примирение не состоялось. Ситуация обостряется еще больше. Аресты высокопоставленных сочинских чиновников продолжаются. В тюрьме за взятки оказывается второй секретарь сочинского горкома партии Тарановский и заведующий отделом административных и торгово-финансовых органов Перепадель. Кольцо вокруг Медунова сжимается. Тут все они подчинялись хозяину. Время терять было нельзя. Через своих людей в секретариате ЦК Медунов инициирует создание комиссии по проверке деятельности следственной бригады Генпрокуратуры СССР. КГБ трогать не решился. Опасно. Хотя он прекрасно понимал, откуда дует ветер. Ту ситуацию, которая сложилась в городе к концу 70-х, начало 80-х годов, когда меж собой взаимодействовали, и далеко не всегда официально, и далеко не всегда формально, и работники торговли и общественного питания, и работники милиции и прокуратуры, и работники партийных и советских органов, все это взаимопроникало, все это дополняло друг друга, и все это не могло существовать уже одно без другого. То есть я полагаю, что потянувшись за одну ниточку, следственная группа прокуратуры Союза все больше и больше и больше раскручивала этот клубок, и все больше и больше появлялось героев или фигурантов того, что потом назвали сочинским делом. У него какие были основания обвинить возрождение, как он любил эти обстановки 37-го года в Сочи, что, ну, естественно, было полной чепухой, ничему, никакой действительно себе не соответствовал. Разобраться в нарушениях поручают МВД и генпрокуратуре. Комиссия снимает с работы нескольких сочинских следователей, которых Медунов лично исключает из партии. Хозяин вздыхает с облегчением. Позвонили, да еще и поцеловали. Щелоков, как говорят, грубо говоря, отрапортовал тем, что поснимал с работы своих подчиненных сочинских. Медунов быстренько из партии исключил. То есть были приняты меры партийного воздействия. А Рикунков поступил совершенно по-другому. Он Миша Розенталю, он был такой бригадный след, начальник следственной части прокурора Московской области, он в Сочи работал. Ему объявили просто выговор. Но следствие не прекращается. Из Москвы приходит запрос на возбуждение уголовного дела в отношении секретаря горкома КПСС Александра Мерзлова, ставленника Медунова. Чаша терпения Сергея Федоровича переполняется окончательно. Он использует последний шанс. Бросается в ноги генеральному секретарю, отдыхающему на Черном море. Леонид Ильич, уберите найденного. Об этой встрече узнает член политбюро Кириленко. Он советует Брежневу по-товарищески обсудить на ЦК деятельность заместителя генерального прокурора. Леонид Ильич соглашается. Однако так называемое товарищеское обсуждение на секретаре АТЦК выливается в резкую критику найденного. Кириленко говорит, что он компрометирует не только партию, но и всю страну. Заместители генпрокурора найденного снимают с работы. Под ударом оказываются и следователи прокуратуры. Если уж не пощадили начальника, то что будет с нами? Медунов настаивает не только на их отстранении, но и аресте. Не выдержав напряжения, следователь Эфенбах умирает от инсульта. И вот здесь получилась такая ситуация, что нужно было или идти до конца, то есть все расследовать, или, грубо говоря, сдаться на милость победителю. Вот то есть на милость победителю Медунову. Но прокуратура на этом не остановилась. Секретарь сочинского горкома по идеологии Александр Мерзлый, выходец из торговой среды, мог стать одним из важных свидетелей против хозяина Кубани. Он обвинялся вместе с женой в крупных взятках. Мерзлый и его супруга кое в каких делах повязали. Жена его до этого работала директором ресторана. А ее, когда Муженек стал секретарем горкома по идеологии, возвели в ранг начальника управления общественного питания города Сочи. Для чего такое срастание? Я считаю, что прокуратура Союза, вот мое такое личное мнение, просто-напросто выполняла задание. И сделать, выполнить это задание, она имела все силы. Я считаю, что задание свыше. На тот период я поняла так, что понимаю сейчас, шла власть партийная. Ну, говорят, бояре дерутся, у холопов чубы трещат. Ну, если какая-то система была несовершенна, ну, как кто-то считал, так надо было менять систему, а не ломать нам жизнь и не обвинять в том, чего ты не чувствуешь в себе вины. Однако осмелевший горком не дает прокуратуре разрешения на привлечение Мерзлого к уголовной ответственности. И только в мае 82-го года, после повторного запроса, его арестовывают. Мерзлый попытается договориться с сочинским прокурором Петром Костюком. Он попросил, значит, чтобы... Петр Кузьмич, давай перестанем друг на друга все это вот писать и прочее, значит, давай будем дружить. Ну, я ему сказал, что я дружить-то согласен. Дружба дружбой, а служба службой. Все, что будет уголовное преступление, какие, я буду вести эти уголовные дела, и я не прекращу. Вот тогда он мне пригрозил сразу, что в таком случае, значит, вы попомните, что вам будет плохо. Мерзлый надеялся на своих высоких покровителей и на то, что после снятия найденного преследования в отношении него прекратятся. Следователю по особо важным делам Владимиру Калиниченко предложили закрыть на него дело, но он отказался. Начальник следственной части Каракозов сообщил об этом генеральному прокурору. Он звонит мне через час и говорит, я Регункову все доложил. Он сказал, если Калиниченко так уверен, то пусть продолжает все, что он наметил. После этого разговора дело не только не свертывается, оно расширяется. Вскоре арестовывают и жену Мерзлого, руководителя общественного питания Сочи, Валентину Мерзлого. В близком кругу ее зовут Шахиня. Валентина Мерзлая была очень крупным организатором и специалистом, который организовывал и делал общественное питание в Сочи лучшим в нашей стране. Другое дело, какими средствами и методами, каждый из нас может или знать, или догадываться о том, какими средствами и методами строилась экономика конца 70-х, начала 80-х годов. Когда я Сочинское дело расследовал, у меня были показания свидетелей о том, что она пыталась в начале расследования спрятать большой мешок с бриллиантами. Наверное, килограмма на 2-3. Это была борьба за власть, потому что в этой борьбе участвовали самые высокопоставленные люди. Члены политбюро, комитета партийного контроля при ЦК КПСС. И, конечно же, Мерзлый и Валентина Мерзлая попали под колеса этой машины. Только надо не забывать другого, что они долгое время ведь рулили этой машиной. От Александра и Валентины ждали показаний на Медунова. Но они упорно молчали. Их приговорили к большим срокам заключения. Конечно, оно прям живой нитью проходило через все следствие, как вроде бы мы были доверенными людьми Сергея Федоровича Медунова. И что, собственно, ведь, ну, такие ответственные должностные лица, как начальник АБХСС, давал такие показания, как вроде ему прям известно, что у нас дружба какая-то была, даже мне, брачные отношения. И все это прозвучало не только в наследстве и печати, и кино, и книга была выпущена. Уже при Андропове Мерзлый писал письма в ЦК. Я принадлежу к числу партийных работников, поэтому каждый мой поступок будет засчитываться партийному сословию. Этого допустить нельзя. Мерзлый в своих письмах всячески пытался убедить руководство страны, что с ним поступили неправильно, намекая, что он часть советской системы, которую рушить нельзя. Но все его послания так и остались без ответа. Александр вышел из тюрьмы первым и поехал к жене. Попросил рассказать, где она спрятала ценности. Они были якобы ему нужны для ее досрочного освобождения и заключения. Валентина мужу поверила. Когда она освободилась, отсидев весь срок, Мерзлый уже женился на другой. При встрече Шахиня потребовала половину богатства. А он ей подсунул заметку в газете о том, что у него украли деньги и ценности, без этих бриллиантов, в поезде. Сказал, что там были твои бриллианты. На что она ему сказала, что, Саша, мы с тобой прожили жизнь, как мы ее прожили, и я хорошо знаю эти все фокусы. Поэтому не поступай со мной так же. Денег от бывшего мужа, под прикрытием которого она проворачивала дела, Шахиня так и не получила. Кстати, она была повязана практически со всеми руководителями торговли края, в том числе и с Бертой Бородкиной. За невозмутимый нрав ее величали Железная Белла. Она руководила трестом ресторанов и столовых Геленджика. Тронуть Бородкину до поры до времени боялись. Она, как говорится, кормила семью члена политбюро Федора Кулакова, отвечающего за сельское хозяйство страны. Кстати, после смерти Кулакова на это место метил сам Медунов. Но громкие уголовные дела в крае помешали его планам. Секретарем ЦК по сельскому хозяйству был Кулаков, Федор Кулаков. И, естественно, Медунов метил на его место, решила его замене. А секретарь по сельскому хозяйству всегда член полетбюро. Ну, это уже взлет, который может привести к очень высоким должностям на очень высоком уровне. Железную Беллу арестовали в 82-м. Во время обыска следователи нашли деньги в батареях отопления и в закатанных трехлитровых банках. Общая сумма изъятого составила больше 500 тысяч рублей. Огромные по тому времени деньги. Несмотря на сотрудничество со следствием, Берту Бородкину приговорили к высшей мере наказания. Хотя женщин в Советском Союзе в те времена не расстреливали. Приговор привели в исполнение. Возможно, за то, что она стала слишком много говорить того, чего не следовало. Узнав об ее аресте первый секретарь Геленджикского горкома КПСС Николай Погодин, который не раз получал от Железной Беллы взятки, помчался к Медунову. «Если ты меня не спасешь и меня посадят, я молчать не буду». С тех пор Погодина больше никто и никогда не видел. Говорили, будто бы сбежал за границу. Причем я тогда же и после взаимодействовал с работниками ККП второго главка. Они мне говорили, что по их возможностям, если человек сбежал за границу, там разные версии были, но в 2-3 года они все равно его вычисляют и находят. Возможно, достать его не смогут, но где он есть, они говорят, что Погодине никогда, нигде, даже малейшей зацепки, что он находится за пределами Советского Союза, не было. Весной 81-го года ряды арестованных Медуновцев пополнил бывший второй секретарь Краснодарского крайкома партии Анатолий Тарада. Непосредственно перед арестом его назначили в Москву заместителем министра мясомолочной промышленности СССР. Работники торговли Сочи и до этого давали на него показания. Но прямых улик на новоиспеченного замминистра не было. А специфика ведь Тарады заключалась в том, что это был, не побоюсь этого слова, удивительный человек. Удивительный в негативном плане. Он брал взятки, простите, со всего, что шевелится. Вот где можно было, там он взятки брал. Чем он отличался от Медунова и от других. Тарада попался из-за своей жадности. Нажитые непосильным трудом хрусталь, ковры, холодильники и прочий скарб он перевозил в столицу на нескольких грузовиках. Что касается Тарады, я скажу, это проходимец, это вор, это бродяга, негодяй. В полном смысле этого слова. Но Тараду-то не брал я, я тогда не был секретарем Крайкома. Тарада обладал феноменальной памятью. Когда его поместили в Лефортово, он, не покладая рук во всех деталях и подробностях, стал описывать тех, с кем был связан преступными махинациями и взятками. В основном он получал деньги за то, что прикрывал подпольные цеха, которые гнали левую продукцию. Шили модные джинсы, куртки, рубашки с этикетками известных зарубежных фирм. Он, если описывал взятки, это в чем человек был одет, какие у него были туфли, какая была рубашка. Настолько изобиловало проверяемыми деталями, что это для любого следа был подарок. Рассказал Тарада и где хранил ценности. Он их прятал в гараже своего водителя, в сараях родственников и знакомых. Следователи были поражены. Такого количества золота и бриллиантов они не видели и в музеях. Стали вынимать из ям эти такие тазы огромные, где стояли банки полиэтиленовые, наполненные деньгами. А потом в стене снимали кафель, а там чушки, а в них золото, бриллианты и так далее. Ну, конечно, когда это все обнародовали, у Гудунова было состояние шока. Потому что одно дело разговоры, а другое дело вот то, что было. У Тарады изъяли ценностей больше, чем на полмиллиона рублей. Вот-вот через него следствие должно было выйти на Медунова. В один из дней на допросе он пообещал назвать имена важных людей. Но в ту же ночь у него случился инсульт. И через четыре дня он умирает. Тем не менее, уже накопилось немалое количество косвенных фактов о причастности руководителя к краю коррупции. Теперь даже генеральный секретарь не мог закрывать на это глаза. Андропов не раз предлагал посадить Медунова. Но Леонид Ильич отмахивался. Это удар по партии. Мы опоганим край. Но оказать некоторое воздействие на друга он все же согласился. И вот однажды Медунова вызвал Андропов и сказал, что его снимают с должности и переводят в распоряжение ЦК. Свободных министерских мест нет. Будете замом по заготовке плодо-овощной продукции. Я бы хотел пойти к Леониду Ильичу, ответил Медунов. А вот этого делать не надо. Леонида Ильича нам следует беречь. Медунова освобождают от должности первого секретаря. На его место приходит Воротников. Потом член политбюро ЦК и ПСС в последующие годы. А Медунова переводят на должность заместителем министра плодо-овощной промышленности СССР сюда, в Москву. Так он оказался в Москве. Когда всесильный хозяин Кубани уезжал в Москву, его никто не пошел провожать. Сразу всеми забытый он отправился в неизвестность. С приходом к власти Андропова следствие по сочинско-краснодарскому делу пошло без помех. Состоялся в пленном ЦК КПСС, на котором и Медунова, и Щелокова из партии исключили. Вот так была поставлена, грубо говоря, точка в их карьере. Самые переживания у отца наступили тогда, когда его начали исключать из партии. И он возвратился в этот дом. Я был в квартире, он был бледный, у него губы дрожали, и он мне сказал, сын, меня из партии исключили. Вот были у него душевные самые переживания, которые я видел. Я могу сказать, что я сказал, папа, давай-ка ты не волнуйся, ты мужественно переносил до этого все, отвечал. Я тебе скажу, ты не волнуйся, потому что тебя исключили уже не из той партии, в которую ты вступал в 41-м году. Сергея Федоровича не только исключили из партии, но и лишили всех правительственных наград. Уволили с работы. В газетах запестрели статьи о Медуновщине. Он стал символом коррупции Брежневской эпохи, от которого пыталось откреститься новое руководство страны. Ходили слухи о скором его аресте и последующем расстреле. Но Андропов слег в больницу и оттуда уже не вышел. С приходом Черненко Медунов воспрял духу, но ненадолго. А при Михаиле Горбачеве Сергея Федоровича вновь стали вызывать на допросы. А когда допрос закончился, мы прощались, он подал мне руку, так задержал и говорит, Владимир Владимирович, что со мной будет? Я говорю, Сергей Федорович, с вами ничего не будет. На вас дело будет прекращено. Сказал, спасибо, на этом все закончилось. У следствия так и не появилось весомых доказательств вины Медунова. Были материалы о злоупотреблениях, подношениях, подарках, которых не хватило для возбуждения уголовного дела. Чтобы в нашей семье, как говорится, что-то, какое-то изъятие происходило, какие-то ценности были, этого не было совершенно. И я об этом не читал. Если об этом писали, ну, я могу поверить, что об этом писали, но у нас не было таких, как говорится, обысков, приглашений на допрос. Супруги мерзлые, показаний против него не дали. Главные свидетели, Тарада и Железная Белла, были мертвы. Погодин пропал без вести. Поэтому здесь пришлось, ну, мягко говоря, отступиться. Он, конечно, механизм. Ну, послушайте, но это настолько неправильно трактовать его как жертва системы. Так ничего не доказали. Вот кроме, я вам и эту охранную грамоту и вручу, и дам, где пишут, что ничто не подтвердилось, это прокуратура Союза пишет, ничто не нашло своего подтверждения. Из никакого уголовного преследования уголовного дела на вас заводить не будут из-за отсутствия события преступления. Когда Медунов сидел в одиночестве у окна своей московской квартиры, у него, наверное, было время подумать, почему именно он попал под жернова советской системы. Был ли это политический заказ? Обнаруженных следствием фактов не хватило для начала судебного процесса. И утверждать, что хозяин края был виновен, нельзя. Но сочинско-краснодарское дело возникло ведь не на пустом месте. Медунов не мог не знать о беззакониях, которые творились на его территории. Значит, закрывал на них глаза. Сам же он искренне верил, что его просто подставили. В последние годы жизни он часто говорил «Я человек со сладкой фамилией, но с горькой судьбой».